В тот день, когда это все случилось, я успела в шкаф залезть, и шкаф меня спас, потому что была такая волна. Все стекла побили сквозь туда и оттуда. Юрий, а потом не будем. Вот соселитесь и будете жить. Видите, как сделали дом? Утеплили, не смотря ни на что. На все трудности, может быть, и финансовые. Ну что, керевнику ОСББ мы включаем символичный ключ, чтобы открывала только с хорошей нагодой двери. Дуже спасибо. А давайте зайдемо там, где дети. Давай, открывай. Закрой. Закрой. Мамочку теперь. Надеюсь, все-таки на лучшее, что все же как-нибудь в стране образумится. Ну, как-то, может быть, если закончится, люди все-таки возьмутся за ум и начнут все-таки это отстраивать. Поэтому надеюсь на лучшее. И когда мы узнали, что все-таки это свершилось чудо, и с 1 сентября у нас началась стройка, мы были очень рады. В принципе, как раз хорошо, потому что уже старшая собирается в школу, уже начинают подготовить курсы, которые вот школа, через дорогу. Поэтому это очень хорошо. Не упадет ли уже, думаю. Вот как уже мы уже напуганы. Мы находились тут и молились. Мы с одной родственницей тут сидели и ночь молились, и день молились. Мы сидели и как-то все пролетало мимо. Сын у меня очень настоял. Мама, очень идем, хоть у нас тоже там война, но хоть ты рядом будешь со мной. Вот и увез меня. Увез через неделю, пожалуйста, 1 июля. Вот такая страсть произошла. Взорвался такой снаряд, что даже так уже такой беды натворил. Вот хорошо, что у нас нету смертельных исходов. Когда нам пообещали сделать, отремонтировать, думаем, так что, мы еще войдем в свои квартиры. Мы просто не ожидали, чтобы его можно было бы еще и отремонтировать. Весь световой день, с утра, пока уже видно, и они уже здесь, они уже стучат, колодят, стучат. Сегодня все это превращали в такую вот красоту, превратили. Огромное спасибо. Спасибо. Слава тебе.